Всем привет! С вами Лина и сегодня речь пойдет о безалкогольном пиве. И не спешите в меня, пожалуйста, кидаться тапками, потому что эта штука крайне полезная, интересная и на самом деле может оказаться еще и очень вкусной. У всех у нас бывают ситуации, когда нам предлагают выпить пиво, но мы не можем себе этого позволить, потому что мы за рулем. И, честно говоря, безалкогольное пиво это отличный выход из подобных ситуаций. Поэтому нужно пробовать, нужно находить свое, не все безалкогольное пиво, это сплошь вода и гадость. Я для себя нашла несколько вещей, один из которых, собственно говоря, сейчас стоит здесь. Будем с вами сейчас его пробовать и узнаем, насколько эта штука может хотя бы теоретически заменить пиво, может быть, не по алкогольному составу, но хотя бы по вкусовому. У нас, собственно говоря, Майзл Вайсен, безалкогольный, нашли мы его в магазине «Метро», очень, кстати говоря, по демократичной цене. В общем, смотрим. Штука наливается достаточно спокойно в бокал, дает очень хорошую, красивую пену, очень у нее симпатичный такой вид, действительно похож на пшеничку. Ну, кстати, да, вот, как бы, есть несколько вариантов пива безалкогольного, есть так, темное, светлое, типа, оля лагера, и есть, собственно говоря, пшеничка. Честно говоря, пшеничка мне нравится больше всего, потому что она такая должна быть плотная, ароматная, ну и, собственно говоря, действительно больше всего напоминает пиво по вкусовым ощущениям, как бы, да, конечно, по алкоголю, по вкусовым точно. Так, ароматика. Ну, вот, действительно пахнет пшеницей, как бы, приятной такой, хорошей, качественной пшеницей. Пока пена. Штука действительно очень вкусная. На самом деле, как бы, она легкая, но при этом в ней ощущается плотность. Вкус, не могу сказать, то, что он там прям мега насыщенный, да, как в стандартных классических пшеничках, но, как бы, это и не вода. Поэтому, собственно говоря, как бы, действительно у меня создается ощущение того, что я пью-пью. Ну, в общем, мой вердикт следующий. Штука хорошая, определенно стоит на нее обратить свое внимание, особенно с учетом ее цены, ну, в данном случае, как бы, непосредственно в магазинной, да, но если вы ее увидите где-нибудь там в барах, кафешках, ну, вот, куда вас пригласили, то определенно стоит попробовать, так что наслаждаемся, пробуем. Ну, если это видео вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте, пишите свои вопросы, задавайте в комментариях. Будет очень клево с вами пообщаться на данную тему, и, опять же, делитесь им, если оно вам понравилось, друзьями. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok